Новый начальник жилищно-коммунального комплекса администрации городского округа Воскресенск Алексей Маркин встретился с жителями в рамках проекта «Чистый четверг». Активисты домов 12Б В и Г по улице Навлянской обратились с просьбой разобраться с любителями парковаться под окнами. Машины стоят плотной вереницей впритык к дому. Тут по-хорошему надо отступать, если посмотреть по нормативам, сколько метров мы должны отступить, поставить либо в озону, либо в столбики. Вот столбики, да. Нужно обязательно убирать эти машины. Там вот сейчас сверху нужно швы заделывать, он не может заделывать. Написали объявление, они все равно ставят. Вот сейчас вышел такой закон, 5000 штрафов под окошками ставить нельзя. Машины под окнами – это, безусловно, следствие недостатка парковочного пространства. И жители это понимают. Запрос на новую парковку есть. Еще одна проблема – в утренние часы автомобильный трафик во дворе возрастает многократно. Рядом находятся два детских сада – номер 34 «Солнышко» и номер 38 «Чебурашка». Мы хотели бы в первую очередь, чтобы нам расширили проезжую часть. Потому что движение ограничено, с мусоровозами проблема. Плюс первый подъезд. У нас въезд отсюда, вход в детский сад. Когда приезжают за детьми в детский сад, подойти к подъезду невозможно. Расширить хотя бы на один метр – эта просьба прозвучала не раз. Также активисты предлагают сделать выезд на улицу Зелинского двусторонним, что разрешило бы утренний дорожный коллапс. Кроме того, жители хотели бы, чтобы их дворовая территория преобразилась, и в ней нашлось место и для пожилых людей, и для детей, и для подростков. Пока у них только доисторическая карусель, одинокие качели и лавочки. Мы бы хотели новую детскую площадку, но у нас еще такое есть предложение. Площадки у нас строятся в основном с учетом маленьких детей. Почему бы не сделать хотя бы такие мини-площадки с мягким покрытием? Они не требуют какого-то большого оборудования. Но туда можно было поставить ворота, чтобы дети могли поиграть в мини-футбол мальчишки. Поставить, допустим, столбы с баскетбольными этими сетками, да, баскетбол. Столбы для того, чтобы сетку натянуть для волейбола. Что касается расширения дороги и новой детской площадки, какие шаги собирают себя? По словам жителей, они направили в администрацию обращение. Рассмотрим, и если не будет никаких препятствий, то, я думаю, все у нас получится. Жителям также предложено активно сотрудничать с местной ассоциацией советов многоквартирных домов. Благо, эти самые советы в этих самых домах уже есть. Этот этап активисты давно прошли. Будем надеяться, что обе просьбы активистов будут решены положительно. Александр Иванов, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.